Отец, мы просим, чтобы Ты повел нас и направил нас, чтобы мы слышали Твой голос, чтобы Ты оснастил нас, чтобы мы служили Тебе, чтобы мы совершили то, что Ты просишь нас, чтобы мы шли тем путем, который Ты приготовил для нас. Во имя Ишуа. Аминь. Мы говорим о ходатайственной молитве. Я просто в шоке. Мы начнем говорить о Ишуа. Мы вчера как раз на этом остановились, как в Писании говорится о том, как Ишуа ходатайствовал. Евреи 7.25, то, что мы тоже вчера в конце читали. Следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через Него, поскольку жив во веки и таким образом во веки способен ходатайствовать о них. Мы должны помнить, что наша твердость, наше упорство зависит от ходатайства Ишуа. Не наша вера, а верность Господа дает нам вечное спасение. Я не помню, если мы читали этот текст вчера, но это Ишуа's молитва для Его disciples. Вчера мы прочитали Иоанна 17 главу. В этом месте Писания конкретно мы видим ходатайство. Мы видим, что Ишуа не упускает из своего внимания то, что происходит, хотя он и находился сам под невероятным давлением. И вот эта молитва — это модель ходатайственной молитвы. Это для вас ключевой стих, вы прочтите его сами и продолжайте его читать. С 6 по 19 стих — это молитва Ишуа о Его учениках. А последняя часть касается всех верующих. в Его времени и будущего времени. О чем он молился? Какие ключевые моменты, которые Ишуа нашел очень важными, чтобы помолиться за это о своих учениках? Первое, 11 и 12 стихи. Это защита от имени Бога. И это имя Ишуа. И конкретно Ишуа просит о защите от злого или от дьявола в 15 стихе. Ишуа знает, что Он уйдет к Отцу. Он знает, что ученики будут скучать по Нему, потому что они привыкли к Его присутствию. Они привыкли к Его светам и Его учению. Мы знаем, что Ишуа сказал, «Я не оставляю вас одних, но пришлю вам утешителя, подобного мне, Духа Святого, и Он поверет вас далее». Это ключевой момент, на который Он обращает внимание. Он хочет, чтобы они поняли, что они не одиноки. Что есть для них защита даже после того, как Он уйдет. В 12 стихе он говорит, «Я берег их властью Твоего имени». Это очень интересное утверждение. Если мы понимаем силу Божьего имени, у меня есть отдельное учение, как понимать силу Божьего имени. Что это значит на самом деле? Когда мы молимся, Ишуа сказал, «Молитесь во имя Мое». И поэтому мы в конце говорим молитвы обычно во имя Ишуа. Но понимаем ли мы на самом деле, что мы говорим? Понимаем ли мы силу Его имени? И что это означает? На еврите Ишуа означает «спасение». То есть, другими словами мы говорим «во имя спасения». Если подумать, это интересная мысль. Потому что Ишуа — наша защита благодаря спасению, которое мы имеем. Следующее, о чем он молится, в 11 стихе, из 21 по 23 стихе, он молится о единстве. Когда мы ходатайствуем о людях, мы просим о защите. Для них, для себя. Ну, конкретно, точнее, за тех, о ком мы молимся. Особенно, если это касается людей, которые подвластны влиянию бесов. Что вы делаете, когда молитесь за кого-то? Когда ходатайствуете. Мы молимся о том, чтобы эти люди освободились. Вы не должны к этому очень легко относиться. Я часто видел таких людей, которые так относятся. В Книге Деяний мы имеем историю о сыновьях Скевы, которые пытались молиться во имя Ишуа. Но что с ними произошло? Они убежали голыми. Я не видел, когда вот именно такое происходило, но видел, как на людей нападали. Потому что они не защищали себя подобающим образом. Поэтому, когда вы ходатайствуете за кого-то, чтобы он освободился, убедитесь в том, что вы находитесь под защитой. Что вы покрыты кровью Ишуа. Здесь конкретно об этом говорится, о защите. О силе Божьего имени. О имени Ишуа, который защищает нас от злого. 15 стих. Я не прошу тебя забрать их из мира, но сохрани их от злого. Это важно понимать. Дальше буду еще делиться какими-то моментами касательно учения. Но важно понимать именно этот момент. Следующее, о чем он молится, он молится об их единстве. Чтобы они были едины, как отец с сыном едины. Вы когда-то размышляли глубоко над тем, о чем молится Ишуа? Как это быть в единстве? Находимся ли мы в единстве? С Отцом? Находимся ли мы в единстве друг с другом? Единство очень важно. Поэтому Ишуа молится, потому что он видит, что произойдет в будущем. И мы прошли через столетия расколов, и Ишуа знал это изначально. Но история верующих в Ишуа, или христианство так называемого, она насыщена отсутствием этого единства, насыщена разобщенностью. Сначала была первая церковь, церковь первого столетия, до третьего века. Потом начались проблемы. Потому что была убрана та основополагающая составляющая, которая соединяла верующих. Было убрано общение верующих. Раньше церковь собиралась по домам, и они делились вместе. И это подразумевало единство. Это продвигало единство. Как часто мы собираемся, как верующие в домах? Как часто мы делимся пищей друг с другом? Как часто мы совершаем что-то вместе? Первая церковь, которую мы начали в Бельгии, В начале это было действительно одной из самых наших сильных сторон. Мы собирались вместе, в доме. И мы делились вместе. После собрания мы шли часто к озеру или в парк, и ели вместе, делились нашими жизнями, молились. Это произвело очень большое единство между нами. К сожалению, мы не смогли сохранить это. Когда начались проблемы? Когда мы перестали собираться в доме. Мы начали снимать здание. Поймите меня правильно. Я ничего не имею против собраний в залах. Но даже когда мы собираемся на большие собрания, мы должны иметь это чувство семейности. Потому что это укрепляет нас. Ишуа молился об этом. Он говорил, что «Да будут они едины, как отец и сын». Чтобы они имели такое же единство, как имели отец с сыном. Если мы смотрим на историю христианства и на церковь сегодня, мы не видим это единство. К сожалению, я этого не вижу. Мне жаль. В Финляндии мы начали все больше собираться дома. Потому что я верю, что это ключ. И когда мы делимся вместе, когда приходят люди, это единство, оно растет. Вы уже не говорите, что я просто этого человека знаю по имени. Вы знаете их проблемы, их вопросы. Какие трудности у них бывают. У нас были молитвенные встречи в церкви. И они длились больше часа. И все начинали смотреть на свои часы. Теперь молитвенные собрания у нас дома. И у меня иногда проблемы с тем, чтобы выгнать людей из дому. Понимаете, что я пытаюсь вам донести? Когда мы строим это единство, то единство, о котором Ишуа молился, тогда это укрепляет нас. Помогает нам расти и возрастать. Он молится о вашем единстве. Он ходатайствует об этом для своих людей. И я верю, что мы должны бороться за это. Бороться за единство. Писание говорит, что где возможно для вас жить в мире и жить в единстве, то поступайте так со всеми братьями и сестрами. Это ключ, если мы хотим повлиять на мир сегодня. Мы не повлияем на мир, если мы будем просто организовать какие-то евангелистские кампании, концерты или просто проповеди. Я пробовал это. Я все это делал. Возможно, вы ничего мне не назовете из того, что я не пробовал. Мое сердце направлено на то, чтобы достигать людей. Всегда, когда я лечу в какую-либо страну, я прошу, Господи, посади меня рядом с человеком, с которым я могу говорить о Тебе. Я делаю это намеренно. Понимаете, здесь, наверное, не так, но в Финляндии, если вы едете в поезде, летите в самолете, каждый сидит на своем месте со своим компьютером или планшетом. Потому что даже в поездах есть Wi-Fi. Что я вижу? Все играют в игры, в общем. Особенно в Angry Birds. Я злюсь на злых птичек. Но я специально делаю вот что. Я открываю свой компьютер и читаю Писание. И вы удивитесь, как часто меня люди спрашивают, а что ты читаешь? И таким образом я имею возможность поделиться Евангелем. Мои родители очень часто приходят к мне и говорят, Паппи, почему ты не имеешь внуки на компьютере? Ко мне часто приходят внуки и спрашивают, дедушка, а чего у тебя нет игр на компьютере? И я говорю, что я специально их не держу. Я делаю это для того, чтобы иметь возможность. Свидетельствовать. Но я верю, что прежде всего люди будут видеть, что вы ученики Ишуа по любви между вами. Я думаю, что это ключевой текст в Евангелиях. Если вы хотите делиться Евангелем, любите просто. И у вас будет прорыв. Мы, естественно, пользуемся и другими методами. Но прежде всего, если у вас есть Единство, люди увидят его. Часто, конечно, люди из мира говорят, но столько церквей существует, и вы все ссоритесь друг с другом. Как это может быть вообще истиной? Хорошо, мне нужно остановиться, потому что я уже начинаю проповедовать, а не учить. О чем еще говорит Ишуа здесь? В 13 стих. Но теперь я иду к тебе и говорю эти слова еще здесь, в мире, чтобы радость моя была совершенной в них. Он молится о том, чтобы они были наполнены радостью. Как много радостных верующих вы знаете? Ишуа молился о радости в наших жизнях. Если вы, например, идете по улице и поете вслух какую-то прекрасную песню про славление, может быть, люди ничего вам не скажут, но они подумают, почему этот человек так счастлив? Посмотрите на мир, в котором мы живем. Это жалкий мир. И вдруг они видят, как кто-то радуется. Они захотят узнать об этом сами. Почему вы радуетесь? Полнота радости Мессии доступна нам. Вот о чем он молится. О радостном сердце. О радостном сердце. И Писание говорит о том, что радостное сердце, оно дает жизнь костям. Я однажды читал одну статью одного врача, где он говорит, что многие люди не знают, что для того, чтобы улыбаться, нужно задействовать меньше мышц лица, чем для того, чтобы грустить. Итак, если вы не хотите слишком трудиться, улыбайтесь. Ишуа здесь молится о том, чтобы радость его пребывала, и она переполняла его учеников. Еще о чем он говорит здесь, или последнее, о чем он здесь говорит, то, что у меня в списке, это хвала, превознесение, прославление. В 24 стихе. Отец, я хочу, чтобы те, которых ты дал мне, были со мной там, где я, чтобы они увидели мою славу, которую ты дал мне из любви ко мне еще до сотворения мира. Он хочет, чтобы мы находились в его славе, в его присутствии. Ишу говорит, чтобы они были там, где я. А он в присутствии отца. Если мы знаем, где он есть, а он в присутствии отца. И как я говорил, быть в присутствии Бога это самая важная вещь для нас. Ищите его присутствия. Учитесь оставаться в его присутствии. Ощущайте близость, которую он хочет. В Луке 22, 31 и 32, мы видим еще одну ходатайственную молитву. Здесь он ходатайствует о Петре. Чтобы его вера, она не оскудела. Шимон, Шимон, слушай. Шимон, Шимон, послушай, противник требовал отдать ему вас, чтобы просеять вас, как пшеницу. Но я молился за тебя, Шимон, чтобы тебе хватило веры. И ты, как только ты вернешься в покаянии, ободри своих братьев. Сатана желал искусить учеников, ожидая привести их к духовной разрухе. Но удивительное то, что за все столетия имеется в виду в нашей эре. Он не изменился. Он все еще имеет успех в том, чтобы обманывать нас. Недавно, вот абсолютно недавно, один из лидеров христианского служения на телевидении признался в том, что он живет в прелюбодеянии. И он оставил служение. И иногда мы удивляемся. Тот, кто следовал за Господом 20-30 лет, зная, что дьявол всегда нападает на нас, все равно падает из-за одного из самых старых грехов в мире. Знаете, что мне это говорит? Это мне говорит, что, возможно, мы не молились о Нем достаточно. Возможно, мы не ходатайствовали о Нем так, как Иешуа это делал о Шимоне. Он молился о том, чтобы Его вера не подвела Его, не оскудела. Чтобы Он не был искушен до греха сатаной. Это тот пример, который мы можем вынести. Молитесь за себя. Я делаю это каждый день. Мне нужно это. Потому что я знаю, что я могу подвергаться искушению. И я прошу других молиться за меня. Прежде чем я отправился в это путешествие, я попросил в церковь всю молиться обо мне. Мне нужна эта защита. Не ошибайтесь, не допускайте себе такую мысль, что вы можете обойтись без поддержки других людей, без поддержки верующих. сделайте своим приоритетом развивать отношения с другими. С теми, кто молится о вас. Особенно, если вы в лидерстве или в каком-либо служении. Служение, лидерство, если вы станете раввином, пастырем, неважно. Это значит, что на вас наведен большой прицел. И дьявол попытается захватить вас, победить вас. Мы имеем хорошую причину, почему Иешуа молился о Петре. Мы знаем характер Петра, мы знаем, что он был довольно-таки такой вспыльчивый человек, он любил делать, прежде чем думать. Он первый, кто прыгнул в воду. Иногда это хорошо. Но иногда это может быть опасным. Иешуа видел перед собой самоуверенного, самонадеянного, отчаянного человека, что говорило ему о опасности для его будущего. That English word, cockiness, it comes from the cock in the nest by the hens. Okay. Yeah, okay, just forget it. No, I understand. Should I interpret this? Yeah. Are you sure? Вот эта вспыльчивость, в английском есть такое слово, которое обозначает петуха, который вот находится среди кур. в прошлом летом у нас были цыплята. И когда мы их купили, это были еще маленькие. И мы попросили только куриц, но мы не хотели петуха. И один, к сожалению, оказался петухом. И каждое утро, естественно, его можно услышать. Он сидел на их домике и гукарекал. Он везде выпячивал себя. И это испытание научило Петра доверять Богу. Верить не в себя. Только в Бога. Иногда Отец позволит определенным вещам произойти в нашей жизни. Чтобы мы осознали, что сами по себе мы не можем ничего. Что нам нужна помощь. Что мы должны научиться доверять Отцу. Петр упал. Он отрекся от Господа трижды. Но он не пренебрег покаянием. Он был восстановлен и стал одним из лидеров общины первого столетия. Падение было временным. Но восстановление было вечным. Он в итоге был верен Господу. Яшуа молился о Нем. Давайте и мы будем молиться друг за другом. Чтобы устоять до конца. Мы можем прочитать другие прекрасные примеры заступнической молитвы, ходатайств. Молитва Павла о возрастающих верующих. Ефесянам 1, 15-19. Это одна из моих любимых молитв в Писании. Она полна прекрасных вещей. Продолжение следует... По этой причине я с тех пор, как услышал о вашей вере в Господа Ишуа и любви ко всему Божьему народу, непрестанно благодарю за вас. В своих молитвах я постоянно прошу Бога нашего Господа Мессии Ишуа, прославленного Отца, даровать вам дух мудрости и откровения, чтобы вы познали его глубину. Я молюсь, чтобы он просветил взор ваших сердец, чтобы вы могли понять, для какой надежды он призвал вас, какое богатство славы присутствует в том наследии, которое он обещал своему народу, и как безмерно великое его могущество, действующее в вас, доверяющих Ему, оно действует той же великой силой. Какой ключевой момент в этой молитве Павла? Прежде всего, он говорит, что я благодарю за вас. Как часто мы благодарим Бога за наших братьев и сестер, кто рядом с нами даже сидит сейчас? Как часто вы благодарите Бога за них? Когда вы это делаете, это высвобождает великую силу. Павел говорит, что я непрестанно благодарю за вас. Он понимает, какую ответственность он имеет как апостол. Я верю, что мы имеем ту же ответственность. Он говорит, что я прошу Бога нашего, Господа Иисуса и Мессии, прославленного Отца, даровать вам дух мудрости и откровения, чтобы вы познали Его глубину. Как часто мы это делаем? Чтобы Бог дал вашим братьям и сестрам дух премудрости и откровения. Мы часто молимся о себе, Боже, дай мне откровение, дай мне мудрость. Потому что мы хотим этого. Но иногда нам просто даже хочется показать другим, какая у нас мудрость. Но как часто мы молимся об этом за других? Чтобы они принимали эту мудрость и откровение. Чтобы вы познали Его глубину. Как часто мы об этом молимся? Я молюсь о том, чтобы Он просветил взор ваших сердец. 18 стих. Иногда эти фразы не совсем ясны для нас. Но здесь Павел говорит, чтобы ваши глаза были открыты, чтобы видеть духовные вещи вокруг вас. Как и Элисей молился о своем слуге, когда они были окружены вражеской армией. И у слуги случилась случилась проблема с тем, чтобы поверить. А Элисей попросил, чтобы Бог открыл его сердце и открыл его глаза. Мы понимаем, что Элисей уже видел то, что происходило в духовном мире. Он видел духовную мощную армию, но его слуга не видел. Поэтому Элисей в этом случае, можно сказать, ходатайствовал за своего слугу, чтобы он увидел это своими духовными глазами. Чтобы понял. Мы должны молиться об этом за наших братьев и сестер. И дальше он говорит, чтобы вы могли понять, для какой надежды он призвал вас. Что для вас есть наследие. я вам дам еще одно домашнее задание. Прочтите послание Эфесянам. И подчеркните, как часто Павел использует слово «наследие». И что за этим следует. Каково это наследие? Какое ваше наследие в Ешуа Мессии? Потому что вы вошли в Семью Божию. Я исследовал все Писание, ища упоминания о том наследии, которое мы имеем. Это удивительное путешествие. И оно пробуждает вас для прекрасных вещей, которые Бог приготовил для вас. Писание говорит, что не слышал уха и не видел глаз, что Господь приготовил любящим его. И Господь приготовил для нас великую силу, которая действует в нас. Нам нужно доверять Ему. Это та же сила, которая воскресила Ешуа измерзлых. Это сила воскресения. Вы понимаете, что эта сила может действовать в вас. Вы понимаете, что это значит для вашей жизни. Перерыв.